Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Переходим на высококтанк. У нас в игре как-то принято гоняться за новинками. Каждый патч ожидать, каким же новым корабликом нас развлекут на этот раз. А когда с новинок слетает гламурный налет новизны, то зачастую они оказываются не лучше, а то и хуже многих других кораблей. При этом еще обычно требуют расходов каких-то ценных ресурсов. Угля, стали, очков исследования, а то и дублонов. Но сегодня мы поговорим об уникальнейшем корабле, который хоть в игре уже и существует достаточно давно, но при этом же является и в некотором роде новинкой с очень высокой степенью актуальности и востребованности в настоящее время. Не требует вообще никаких ресурсов, так как является просто прокачиваемым кораблем. Занимает первое место по урону среди прокачиваемых одноклассников и обладает рекордным разнообразием сборок и тактик. И все это старичок Юянг. Давайте сразу объясню, почему он является в некотором смысле новинкой. Во-первых, потому, что относительно недавно ему добавили расходник на ускоренную перезарядку торпед, что его серьезно усилило. Перед этим также были прямые апы. А во-вторых, из-за нового уникального командира Паназии Саджань Бина, который своими талантами и навыками делает Юянг более эффективным и интересным. Кроме этого, актуальность Юянга сильно повышает факт появления суперэсминца Паназии Кунь Мин, который является серьезной следующей ступенькой усиления концепции Юянга. Также Юянг отлично вписывается в современную мету игры, так как обладает и длинными, и очень опасными торпедами, от которых увернуться крайне сложно, так как время на реакцию уклонения от них одно из самых небольших среди всех торпед игры. Но кроме торпед у Юянга есть еще богатейший арсенал, позволяющий ему подстроиться под любые условия и стили игры. От очень аккуратного до агрессивного. А вот вам цифры статистики, где видно, что по данным за последние 28 дней Юянг среди всех эсминцев 10 уровня четвертый по урону, уступая только за ресурсным имбочком. Причем на Евросервере он уже третий, только Рагнар и Друид впереди. А вот вам данные вообще по всем эсминцам в игре. И мы видим, что перед Юянгом добавляется еще Зоркий 11 уровня и Асасио. Но Асасио – это вообще безумная имбища 8 уровня. Кстати, забавно, как некоторые до сих пор утверждают, что это слабенький эсминец. Но это уже другая история. А на Евросервере среди всех эсминцев Юянг пятый по урону. Винрейд у него во всех выборках неплохой. Не топовый, но выше среднего. И сильно выше других эсминцев с торпедным клоном. Одним из главных достоинств Юянга и тем, почему он так интересен, является рекордное многообразие его сборок и возможных тактик. Так ему можно брать либо дымы, либо РЛС на выбор. Кстати, РЛС среди эсминцев – это довольно редкий расходник. Нужно все это сочетать с уникальной модернизацией из бюро исследований, усилив агрессивность эсминца в ущерб маскировке. Изменяя при этом разные перки и модули, можно добиться большого разнообразия и максимального затачивания корабля под свой стиль игры и свои желания. От чистого торпедника и классического ниндзи до агрессивного контр-эсминца, от которого не спрячешься даже в дымах. И при этом даже в самой крайней, противоэсминцевой заточке, Юянг будет способен отлично топить и большие корабли. Так как после того, как ему вручили расходник на перезарядку торпед, его торпедная мощь оказывается очень высокой, даже если торпеды вообще не усиливать никакими модернизациями и перками. Также Юянг может эффективно выжигать большие корабли из комфортных паназиатских дымов. Когда Юянг только вышел, то быстро стал моим самым любимым эсминцем. И это был мощнейший эсминец на уровне. Но потом его несколько раз жестко нерфили, и в итоге он оказался довольно слабеньким. И это стало личной трагедией для многих игроков. Тогда даже активно распространяли хэштег «Спасите Юянг». Было много жарких дискуссий на разных корабельных площадках, как наших, так и зарубежных. И вот постепенно разработчики вернули Юянгу былую мощь. И теперь это пусть и не лучший эсминец на уровне по эффективности, но один из лучших по урону, и при этом с достаточно сильным влиянием на бой, разнообразием тактик и высокой степенью актуальности. Кстати, возможно не все, не так давно пришедшие в игру знают, что у Юянга еще особый приземистый корпус, из-за чего он получает в среднем меньше урона под обстрелом, чем, например, схожий по корпусу гиринг. Также у эсминца хороший инвиз и довольно высокая скорость. И если бы вернуть современный Юянг в те времена, когда он только вышел, то это снова был бы самый лучший эсминец в игре. Однако с тех пор вышло много слишком мощных эсминцев, в том числе и с РЛС. Поэтому в современных боях у Юянга есть один недостаток. Как его ни точи, он все равно не сможет так круто уничтожать другие эсминцы, как могут некоторые другие современные контр-эсминцы. По сравнению с ними, ему все равно не хватает огневой мощи и живучести. Однако в опытных руках и при слаженной команде недостаток огневой мощи можно пробовать компенсировать наличием РЛС. А также тем, что если заточить Юянг в главный калибр, то он будет далеко не безобидным в перестрелках с другими эсминцами, но при этом иметь и очень мощные торпеды. Так что если в старые времена это был бы жесткий контр-эсминец, то сейчас ниша Юянга – это универсал с уклоном в торпеды, но который, в отличие от чистых торпедников, способен еще и на многое другое и может достигать свои цели разнообразными методами. Лично мне Юянг нравится как в сборке с дымами, так и с РЛС, как с уникальной супермодернизацией, так и без нее. В своем современном виде он привлекает тем, что обладает очень сильной торпедной мощью, причем, как я уже говорил, увернуться от этих торпед очень сложно даже крейсерам. Это один из лучших убийц крейсеров торпедами, но при этом он может и удобно пострелять из частых азиатских дымочков и даже с открытой воды. И другим эсминцам может аккуратно огрызнуться, а в сборке с РЛС регулярно преподносят им крайне неприятные сюрпризы. Корабль отлично заходит не только в рандоме, но и рангах. Пусть это не самый лучший эсминец в игре, но среди прокачиваемых десяток я отношу его к самым лучшим и интересным вместе с Дерингом. Имея в порту Деринг и Юянг, можно уверенно играть в любых режимах против любых кораблей, включая за ресурсные или за бабловые имбочки. В общем, категорически рекомендую присмотреться заново к Юянгу. А если есть возможность, то попробовать его с новым уникальным командиром Саджиньбином. Также Юянг полезно выкачать, чтобы получить доступ к Уньмину. А чтобы научиться лучше играть на эсминцах, советую подписаться на Бусти и посмотреть недавно вышедшее новое обучающее видео по нагибу на эсминцах, у которого скоро будет продолжение. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Треугольник противника ликвидирован. Наша команда получила преимущество. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...